В эфире Москва-Баку. Сегодня рассказываем о главных событиях дня. Сегодня на улицах пяти городов Азербайджана в Баку, Нахчеванне, Гиндже, Сунгаите и Шуше прошли шествия военнослужащих и общественных деятелей. По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской власти. Баку Напомним, что 103 года назад, 15 сентября, Мбаку был освобожден от окупации. И впервые объявлен столицей независимого азербайджанского государства. Именно в этот день, в 1918 году, кавказская исламская армия во главе с Нур-Упашой вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской власти. Правительство Азербайджанской демократической республики переехало из Гинджи в Баку. Анкара надеется, что Армения будет соблюдать режим прекращения огня и не станет совершать каких-либо ошибок, а прекращение огня в регионе станет постоянным и будет обеспечена стабильность. Об этом заявил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на совместных тактико-летных учениях ТУРАС-2021. Министр также отметил, что Турция уважает территориальную целостность и суверенитет всех своих соседей. Наше намерение каким-либо образом аннексировать чью-либо территорию никогда не может быть предметом обсуждения. Но с другой стороны, мы никоим образом не позволим попирать ни наши права, ни права наших друзей и братьев на суше, на море и в воздухе. Напомним, что сегодня в рамках совместных летно-тактических учений СОКОЛ ТУРАС-2021 в турецком городе Кони военные самолеты Азербайджана и Турции выполнили боевые вылеты по различным эпизодам. СОКОЛ ТУРАС-2021 в Турции чтобы провести расследование фактов военных преступлений Армении на территориях Азербайджана в период почти 30-летней оккупации. Сегодня президент Ассоциации омбудсменов Организации Исламского Сотрудничества, омбудсмен Турции, представитель Генсека Ассоциации омбудсменов ОИС и представитель омбудсмена Пакистана посетили освобожденные территории Азербайджана. По итогам их поездки будет принята декларация. Это не первый визит представителей международных делегаций на освобожденные территории. После окончания боевых действий с ноября 2020 года в Карабахе побывали представители нескольких международных организаций, которые смогли оценить ущерб, нанесенный армянскими военными. Азербайджан также направил официальное письмо в ООН, чтобы ее представители убедились в фактах вандализма, разрушении культурных памятников, а также экологического террора, совершенные армянскими военными почти за 30 лет оккупации. В отчетах, составленных азербайджанскими специалистами, приведены факты военных преступлений армянской армии. Так были уничтожены 2645 историко-культурных, 1814 архитектурных, 747 археологических памятников, 64 садово-парковых монументальных памятника, 23 музея, более 100 тысяч музейных экспонатов. Кроме того, были разрушены 310 храмов, 72 мечети, 161 древнее кладбище и 39 гробниц. Официальный представитель США в Армении сделала очередное провокационное заявление на статусе Карабаха. Посол Соединенных Штатов Америки Лин Трейси заявила, в частности, что Госдеп не считает решенным вопрос статуса Карабаха. По ее мнению, этот вопрос нуждается во всеобъемлющем урегулировании. Цитата. Добавим, что это уже второе подобное заявление Трейси за последнее время. Напомним, на днях МИД Азербайджана сочли неприемлемым заявление посла США в Армении о нерешенности статуса Нагорного Карабаха и сохранении данного вопроса в повестке Минской группы. Так, официальный представитель МИД Азербайджана, в частности, отметила, что подобное заявление со стороны посла США недопустимо, а сам конфликт остался в прошлом. В МИД Азербайджана также напомнили, что нет больше понятия Нагорный Карабах. Указом президента Азербайджана от 7 июля 2021 года созданы экономические районы Восточный Зангизур и Карабах. Эти территории являются неотъемлемой частью Азербайджана и ни о каком статусе речи быть не может, заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Азербайджан планирует расширить газовые операции с Россией. Об этом заявил накануне заместитель вице-президента гослефтекомпании Азербайджана Сакар Виталий Беглярбеков. Азербайджан сегодня не импортирует газ из России, но мы участвуем в операциях по свопу и толлингу газа с соседними странами, включая, помимо прочего, российский Газпром. В этом контексте я подтверждаю, что мы продолжаем работать над внедрением или расширением этих операций со всеми нашими газодобывающими соседями, включая Россию. Как сообщалось ранее, Азербайджан и Россия в июле 2021 года договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом. Соответствующий контракт подписан между госкомпанией Азерконтракт и группой Газпром. Срок действия соглашения до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Между тем, рекорд цены на природный газ в Европе сегодня снова побит. По мнению экспертов, Азербайджан, как важный поставщик голубого топлива в европейском направлении, может извлечь выгоду из скачка на цены. Если еще год назад средняя цена газа была в пределе 150-200 долларов за тысячу кубометров, то сейчас на европейских рынках она достигла цены на 950 долларов. Напомним, что газовое месторождение, находящееся в Каспийском море «Шаг Денис-2», является отправной точкой проекта «Южный газовый коридор», по которому азербайджанский газ транспортируется в Европу. В рамках второй стадии разработки месторождения будет добываться дополнительно 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 миллиардов будет поставляться в Турцию, а 10 в Европу. Сегодня в СМИ появились новые подробности перестрелки на военных сборах военных резервистов в Армении, в результате которой погиб один человек, еще один получил ранение. По предварительным сведениям, инцидент случился в результате нарушения правил организации боевой службы в ходе дежурства в одной из воинских частей. Однако, что повлияло на перестрелку, была ли это ссора между военными запаса, либо причиной ЧП стало неосторожное обращение с оружием, следователями пока не раскрывается. Напомним, накануне вечером на боевой позиции, расположенной на юго-восточном направлении границы Армении с Азербайджаном, смертельное огнестрельное ранение получил сержант запаса Мгартыч Авакимян, 1978 года рождения. Еще один человек был ранен. Подозреваемый в стрельбе был задержан. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы Уголовного кодекса Армении». С той дополнительной, что 25 августа в Армении начались трехмесячные военно-тренировочные сборы для резервистов, которые 10 сентября отправились на боевые позиции. В Москве на международной выставке домашнего текстиля впервые представлены азербайджанские ковры ручной работы всех семей школ Коврат Качества. Ковры на выставку привезла крупнейшая фабрика Азербайджана – Азерхалча. В экспоцентре фабрика представила свою инсталляцию в виде сказочных ковров самолетов. Дополним, что на азербайджанской фабрике ценится ручной труд мастериц, а специалисты Коврат Качества сохраняют и популяризируют традиции азербайджанского искусства. Особый смысл несет в себе орнамент, нанесенный на ковер. Королевой орнамента является национальная бутан или восточный огурец. На выставке, кроме азербайджанских ковров, можно посмотреть и другой текстиль, произведенный в Азербайджане. Международная выставка в экспоцентре продлится до 16 сентября. Редактор субтитров А.Семкин